Всем привет! И вновь в эфире программа горячих молодежных новостей студент АУ. И я ее ведущий Алексей Мартынов. 65 лет исполнилось факультету механизации сельского хозяйства. На торжество приехали сотни выпускников со всей страны. О подробности праздника узнаем из нашего сюжета. 1958 год! АПЛОДИСМЕНТЫ! 1960 год! В перекличке выпускников факультета механизации сельского хозяйства участие принимают представители всех выпусков. От самого первого в 1955 году до вчерашних студентов с новыми дипломами. Кстати, посторонний наблюдатель, глядя в зал, легко бы мог сделать вывод, что тут проходит какое-то правительственное совещание или съезд руководителей. В общем, встреча в верхах. Но сидящие в зале знают, что их объединяют не высокие должности, а звание мехваковца. Смотрите, на сцене стоят легенды. Валерий Юрьевич Зеленков, первый председатель Государственной Думы Ставропольского края, инженер, механик наш. Александр Кимоши Янов, председатель Думы второго созыва. Я возглавляю сейчас Думу. Все мы механики. Кажется, ни один факультет в крае не выпустил такое количество управленческой элиты для Ставрополья. Среди выпускников есть и несколько губернаторов, и председатели Краевого парламента, руководство Краевого Минсельхоза и главы крупных хозяйств предприятий районов края. И поэтому с большой теплотой приветствуют зал ветеранов факультета, выучивших не одно поколение инженеров. Среди них и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, любимые преподаватели и профессора. Но рады здесь и теперешним студентам, потому что знают, за ними будущее, и за сменой поколений одно остается неизменным. Любимый факультет по-прежнему будет выпускать интеллектуальную и управленческую элиту края. Студенческое самоуправление в действии. В университете прошла защита проектов, разработанных участниками вузовского форума «Траектория роста». И теперь студенческую жизнь аграрного ждут изменения. Какие – расскажем далее. Прийти в аграрный на экскурсию и попасть на модный квест, а затем на выходе получить рекомендации по выбору профессии – легко. В ближайшем будущем именно так будет выглядеть визит абитуриентов в аграрный университет. И это, что называется, инициатива снизу. Студенты, которые и сами не так давно стояли перед выбором профессии и вуза, теперь хотят помочь школьникам. И не просто рассказать, а дать попробовать побыть студентом аграрного, лично поработать на всем оборудовании и познакомиться со спецификой обучения на каждом факультете. Другие проекты форума затрагивают уже жизнь самих студентов. От призывов участвовать в благотворительных акциях и поэтических вечерах до создания дополнительной мотивации к успехам в учебе. Чужие успехи будут запечатлены наглядно. Памятники, пусть и картонные, поставят лучшим студентам вуза, и каждый сможет увидеть, к какому примеру стоит тянуться. Таким образом мы хотим дать мотивацию студентам, чтобы они могли развивать свои навыки в любом направлении, будь то спорт, либо наука, либо учебная деятельность, творчество и так далее. Все эти и многие другие проекты придумали участники первого образовательного форума Ставропольского аграрного университета. Он появился в результате смены формата привычной весенней школы актива. Я считаю, что эксперимент очень удался, и на самом деле изменения колоссальные. То есть мы намного усилили образовательную программу, то есть мы прям сделали ставку только на образовательную программу. Ребята изначально должны были приходить уже с таким ощущением, с таким настроением, что будет работать, плотно работать. Поэтому мы давали задачу ребятам создавать проекты, придумывать их и презентовать их. Довольны и сами участники форума. Больше всего понравилось как раз таки то, что было больше вип-лекций. Вип-лекций, которые необходимы. Сейчас проходит маршрут 2015, и лично для меня это была очень важная лекция. Из нее я просто тонну всего интересного для себя написала. Соответственно, на одной из лекций родилась идея нашего проекта. Организаторы говорят, что теперь у них нет другого выбора. Только развиваться и делать новый форум еще лучше и интереснее. Форум «Траектория роста» следующей весной будет точно другим, потому что мы весной собираем студентов всех курсов. Естественно, что будут ребята, которые уже были. И надо давать новые знания, давать новые какие-то участия в новых мероприятиях. Поэтому будем думать, какие другие направления в студентах развивать. Самых-самых студентов выбрали в Ставрополе. На конкурсе «Мистер и мисс студенчества Ставропольского края» выступили и представители Аграрного университета. Эти студенты знают, как за пять конкурсных этапов убедить весь зал и жюри, что ты не только самый красивый, но и обладаешь хорошим вкусом, отличной походкой и артистическим даром. Да еще при этом готов блеснуть знаниями литературы и не забываешь про здоровый образ жизни. За этими преображениями проследили зрители 12-го конкурса красоты, грации, спорта и творчества «Мисс и мистер студенчества Ставропольского края». Все участники предварительно прошли отборы на вузовском этапе. Ставропольский государственный аграрный университет представили «Мисс и мистер аграрный университет» Алексей Мартынов и Виктория Данилова. И здесь им удалось продемонстрировать отличную подготовку. В результате вторым вице-мистером студенчества Ставропольского края стал студент факультета технологического менеджмента Алексей Мартынов. А титул первой вице-мист конкурса завоевала студентка факультета механизации сельского хозяйства Виктория Данилова. Она, кстати, признается, что один из секретов ее успеха – большая поддержка университетских друзей. Начнем с поддержки. Она была огромная. То есть было очень много людей, которые меня поддерживали и со сцены, и за кулисами, и в зале, в зрительном зале. Творческую сессию закрыли вчера студенты аграрного. Лучшие коллективы вуза подарили молодежи и жителям города грандиозный концерт. Когда, как не в конце учебного года, студентам хвастаться своими достижениями. Вот и творческие звездочки аграрного – не исключение. И гордиться есть чем. Среди вузовских талантов огромное количество победителей конкурсов самого разного уровня. Как для вас закончился этот творческий год? Какие успехи, какие достижения? Какое самое значимое событие? Год был сложный. Было много поездок. Все они были интересны. Принесли свой опыт. Самая значимая, пожалуй, поездка в Москву на Всероссийский фестиваль аграрных вузов. Мы заняли первое место. Мы лауреаты первой степени. Это очень приятно, конечно, что степ ценят. Не меньше довольны своими результатами и танцоры из топов стайл. Им удалось получить гран-при краевого фестиваля «Студенческая весна». Мы участвовали в крупнейших чемпионатах в России, стали финалистами, выиграли «Студенческую весну» в крае, поддерживая Государственный оградный университет. Но не только наградами измеряются достижения. Порой суметь выйти на новый уровень творчества – уже большой прорыв. В этом году на «Студовесне» я исполняла нелегкую композицию «Арию царицы ночи» из оперы «Волшебная флейта». Мне нелегко удалось исполнить эту композицию, потому что очень трудно поставить дыхание, потому что вся песня основана на этом. И которые нотки хрустальные, они должны были чистенько получиться, потому что вся суть песни заключается в этом. Именитые коллективы и новички сцены в этот вечер без устали сменяли друг друга. И, кажется, не было жанра, в котором не попробовали себя студенты аграрного. От народных танцев и казачьих песен до джаз-модерна и актерских этюдов. И, как принято в нашем ВУЗе, завершился концерт приятным известием. Студенты аграрного совершенно бесплатно едут летом на море. Соглашение об этом подписал ректор ВУЗа и представители компании «Холод». Самый простой способ настроиться на летний режим – это мороженое. И на закрытии творческого сезона его было вдоволь. 200-килограммовый торт подарила студенчеству аграрного компания «Холод». А на прощание подведем итоги нашего розыгрыша. Итак, толстовку с символикой аграрного получает Марина Клюшина. Поздравляем нашего первого победителя! И мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Студентов аграрного ждет очень продуктивное лето. И мы обещаем побывать на всех ярких событиях и в новом сезоне программы «Студент-АУ» рассказать о них. А абитуриентам напоминаем, что вас с радостью ждут в приемной комиссии Ставропольского государственного аграрного университета. Присоединяйтесь к нашей семье. Поступайте правильно. Поступайте в аграрный университет. Субтитры создавал DimaTorzok